И так, соответственно, у нас сегодня вторая лекция из цикла «Улес ликбез», вторая лекция, посвященная проблеме современной музыки. Я хотел бы начать с того, что напомню некоторые правила для тех, кто ныне сегодня первый раз присутствует, которые я говорил в прошлый раз. Во-первых, это не совсем лекция, это скорее все-таки монолог, потому что я буду делиться теми мыслями, теми своими идеями, которые еще не отлиты в некую эталонную форму. Это не лекция, которая читается от курса к курсу, которая уже имеет некую готовую сформированную структуру, а скорее вопросы, которые я ставлю перед собой и над которые предлагаю подумать вам, чем ответы на них. Поэтому я буду просить настоятельно, чтобы, если у вас будут возникать какие-то вопросы, недопонимания, чтобы вы их для себя как-то фиксировали и задавали их после того, как я закончу, а не в процессе. Вполне возможно, что на многие вопросы, которые у вас возникнут, я дам ответ в дальнейшем, в течение своих рассуждений, в течение этих полутора часов. Вот. Поэтому, если же вам покажется что-то неясным, я постараюсь ответить на ваши вопросы в конце. Плюс моя рекомендация тем, кто действительно хочет ходить на этот цикл, кто хочет этим заниматься, послушать первую лекцию, она есть в сети, потому что я не смогу на каждой лекции возвращаться и освещать снова и снова те вопросы, которые мы уже рассмотрели. А одна лекция, каждая последующая вытекает из предшествующей. Они не случайны, они не изолированы, они готовят, так скажем, этот цикл в целом, как таковой. Что касательно его структуры, я все-таки немного повторюсь. В этом году, в этом полугодии, в конце 16-го года, я предполагаю дать 4 лекции. Они будут посвящены самым общим вопросам. Со следующего семестра перейду к принципиально иному типу рассмотрения, то есть я буду сопоставлять определенные феномены в области современной музыки, музыки прежде всего третьей музыкальной практики, с теми или иными тенденциями в области истории мысли второй половины 20-го века, и мысли современной, конечно, прежде всего. То есть мне не очень нравится слово философия, оно отсылает к некой традиции, которая просуществовала слишком долго, чтобы быть чем-то конкретным. То есть сказать, что это философское произведение, по большому счету не сказать ничего, поэтому я буду ориентироваться на ту мысль, мысль и в области современной социологии, в области современной психиатрии, в области современной, действительно, да простят мне это слово философии, потому что мое глубокое убеждение в том, что одна из несколько неприятных особенностей музыкознания, которая присуща этой дисциплине, это то, что, как правило, история музыки пишется как история музыкальных произведений. Что музыкальное произведение, некий музыкальный стиль порождает новый музыкальный стиль и так далее, забывая о том, что все это является феноменами культуры, что музыка связана с мыслью, с социальными структурами и, самое главное, с системой человеческих взаимоотношений, которые есть в каждую отдельную эпоху. Так как система этих человеческих отношений стремительно меняется постоянно, радикально она меняется каждые 100-150 лет, то, безусловно, и музыка, и другие виды искусства меняются тоже. Не потому, что они результативны от этой системы взаимоотношений, а потому, что они в нее включены. Вот это нужно понимать. И тема сегодняшней нашей встречи – это свобода творчества, а вернее, как я это заглавил, миф свободы творчества. В современных масс-медиа, в современной культуре свобода творчества обсуждается едва ли не чаще, чем так называемый кризис музыкального искусства или кризис вообще искусства, как такового. А когда что-то излишне часто обсуждается, излишне часто и навязчиво утверждается, это всегда вызывает определенные подозрения. И в прошлый раз мы разобрались детальнейшим образом с тем, что никакого кризиса в современном искусстве нет, в принципе, нет. Есть определенные тенденции, но которые даже не могут быть сопоставлены элементарно со значением слова «кризис». То есть кризис, который длится более ста лет, простите меня, да, что же это тогда такое? Самое главное, что и нет никаких черт, которые бы можно было наблюдать в качестве черт кризиса. Вот это наиболее важно. Свобода творчества или более шире, да, свобода самовыражения, в таком виде обычно это формулируется в современном мире. От тысяч фильмов, как авторских, так и прежде всего коммерческих, да, от телефильмов, от брошюр, рекламы и так далее, да, это то, что обсуждается прежде всего на свобода самовыражения. Вот что это есть на самом деле? То, что витает в воздухе, казалось бы, весь воздух этим пропитан. Если кризис современного искусства – это все-таки больше вопрос внутри, внутри искусства, да, касающийся вопрос критики и вопрос деятелей самих, самого искусства, то вот вопрос свободы самовыражения – это вопрос настолько широкий, что по сути можно поставить параллель между современным состоянием культуры, западной культуры и этой концепцией как таковой. Начиная хоть с того же Карла Густава Юнга, да, то есть для него практикой прохождения психоанализа пользовались только люди, у которых были какие-то проблемы. А не для того, чтобы повысить свою творческую способность и так далее, да. То есть когда психоанализ становится некой формой улучшения, да, состояния творческого, творческого раскрепощения и так далее, а не решения совершенно конкретных задач, не дикаментозных, да, задач, когда человек просто не мог существовать, не обратившись к врачу. Как это было в случае хотя бы там на 20-30 лет ранее, чем начинает свою работу Юнга, да, то есть в клинике Шарко и так далее. Так что есть эта самая свобода самовыражения, которая на самом деле по времени примерно совпадает с представлением о кризисе в искусстве? Да, это 20 век, особенно активно, конечно. Вторая половина и 21 век, тот кусочек, который мы от него застали, но в принципе она совпадает по времени с этим самым пресловутым кризисом. Так, я не буду преследовать целью критиковать обозначенное положение. Да, потому что, как утверждал великий философ Фридрих Ницше, да, хуже наихудшего есть только критика наихудшего. И историческая правда свидетельствует, что это действительно так, да, когда кто-то опускается до критики наихудшего, ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. Моя же цель несколько иная, и я не собираюсь разоблачать разоблачателей, да, развенчивать подобные концепции. Моя идея будет зайти несколько со стороны и посмотреть, что правда ли это, полуправда или вовсе миф, как таковой. Миф свободы, творчество. Поэтому моя цель попытаться в течение сегодняшней нашей встречи очертить контуры этой самой проблемы. Потому что, когда речь идет о каком-то мифе, мифов в современном обществе, конечно, очень много, во-первых, сложно выделить из них, что в них не мифологично, потому что можно мифом обозвать больший феномен, чем он был на самом деле. А во-вторых, все-таки попытаться обозначить, откуда он проистекает и можно ли его каким-то образом обойти. И начать бы я хотел с такой зарисовки, зарисовки весьма яркой, интересной. Жиль Делес, ну, наверное, один из крупнейших мыслителей второй половины 20 века, в одной из своих работ, посвященных творчеству Фрэнсиса Бэкона, художника, да, видного живописца второй половины, 20-го столетия. Живописца, даже можно которого тыждествить 20-м столетиям, он прожил почти весь 20-й век, да, он родился в 9-м году и умер в 92-м. И Жиль Делес проводит совершенно уникальную аналогию, уникальное сравнение. Он говорит, что когда художник приступает к написанию своей карстины, холст нечист. Холст полностью заполнен штампами и стереотипами эпохи. И проводя кистью, совершая жест, жест творчества, художник должен сбросить эти штампы и стереотипы. Это полностью не испровергает идею табула раса, идею чистого листа, что творчество начинается с создания чего-то с нуля. Это, конечно же, абсолютно не так, после идей структуралистов, после идей, тем более, постструктуралистов, такие как Лакан и так далее. Авторы, поменявшие все представление о том, что есть человек в 20-м веке, и, конечно же, сейчас мыслить о том, что есть некая табула раса, не есть чистый лист, абсолютно невозможно. Творчество, как сказал в другом, в своем интервью, на этот раз в фильме, Жильделёс, творчество – это борьба. Это нужно понимать не таким образом, что автор был коммунист, что это коммунистическая борьба. Нет, это борьба, борьба с дискурсом, борьба с тем языком, в который человек погружен бессознательно, полностью, когда его картина, изначально это просто картина штампов и стереотипов. Но чтобы провести этот жест таким образом, чтобы скинуть эти штампы и стереотипы, а не просто раскрасить, как ребенок раскрашивает раскраску, нужно видеть эти штампы и стереотипы, понимаете? Нужно видеть природу языка как такового, природу батареи, означающей, как сказал бы Жак Лакан. И чтобы перевести это всё в область музыки, я хотел бы сделать несколько зарисовок. Зарисовок сначала из XX века, а потом из времени значительно более раннего. Чтобы провести некую аналогию, дабы не казалось, что XX век чем-то уж столь радикально отличен от тех событий, которые уже происходили когда-то в истории. И первый мой пример будет, это будет пример с творчеством Арнольда Щенберга, создателем системы 12-тоновой музыки, создателем додекафонии так называемой, и который, по сути, является предтечей третьей музыкальной практики, о которой у нас прежде всего будет идти речь в течение курса. Третья практика, чьим символом является имя Пьера Булеза. Что интересно в творчестве Щенберга? Щенберг состоялся как композитор на рубеже веков XIX и XX века. Уже в конце XIX века он создает такие партитуры, которые и по сей день исполняются, и исполняются очень часто, как пример позднеромантической музыки наряду с произведениями Брамса, Глазумова, Римского-Корского и так далее. То есть это некая классика позднего романтизма. Но наиболее известное из них это струнное сочинение «Ночь просветленная». И состоявшись как художник-романтик, Щенберг неожиданно осознает предел этого языка, то есть его абсолютную границу. Границу, за пределы которой выйти невозможно. Напомню, что язык как система представляет собой некое поле связанных между собой означающих, составляющих общую единую структуру. И ни одно из этих слов само по себе ничего не значит. Оно отсылает к другому означающему. Например, означающее «бедный» само по себе не значит ничего. Оно отсылает к означающему «богатый». И без означающего «богатый» оно не может ничего не сказать даже о вашем статусе. Никаким образом. Мы не можем узнать, хватает ли вам на пропитание, ли вам не хватает на пятикомнатную квартиру на Манхэттене. Смотря в какой среде вы вращаетесь. То есть, сами по себе вот эти означающие, они лишь отсылают нас к иному означающему. То есть, вписывают в эту сетку языка. Так как музыкальный язык тоже является языком, это такая же система высказываний, то, конечно же, у нее тоже есть свои границы. Тоже есть своя общая схема, в которую погружены художники. Радикально эта схема менялась, как вы помните из прошлой лекции, трижды в истории. До школы Ноттердам, то есть, школы Леонина и Пиротина Великого, по большому счету, музыки как таковой не существовало. Существовало то, что можно назвать, в общем, музыкальным. Там, где музыка являлась частью ритуала, частью застольного действия, и так далее. То есть, музыка не была самодостаточной художественной вселенной. Впервые самодостаточное музыкальное произведение появляется в школе Ноттердам, это рубеж 12-13 века, когда Пиротин Великий создает свой квадруппель «Видерунд омнес», в котором на стихи всего нескольких строк из псалма создается 12-14-минутная композиция. То есть, не текст диктует протяженность музыкального сочинения, не текст диктует его проинтонированность, его форму и так далее, а музыкальное сочинение создается, исходя из музыкальных сочинений. И только из них. Текст, там, первые две минуты этой пьесы, это, собственно, распев слово «Видерунд». То есть, текст уже не имеет никакого значения. И не просто «Видерунд», который будет повторять, а, собственно, на «Ви» будет полминуты распеваться, «Де» и так далее. То есть, ничего, кроме структуры, собственно, музыкальной, не обусловливало этот текст. Подобных изменений в истории было немного. Следующий из них будет создание второй музыкальной практики Клаудио Монтеверди, но не только им одним, композиторами его круга в том числе. Это уже рубеж 16-17 столетия. И третья музыкальная практика появляется в середине 20-го столетия, как такового. То есть, получается, изменений таких радикальных было не столь много. А менее значительные изменения происходят постоянно. Это то, что вы проходите по истории музыки в качестве музыкальных стилей. То есть, во второй практике это было и позднее возрождение, и барокко, и классицизм, и романтизм, и так далее. Поздний романтизм. И даже отчасти экспрессионизм как таковой. И что, с чем сталкивается Арнольд Щенбек? Щенбек сталкивается с тем, что дискурс, оказывается, вот этот предшествующий дискурс, дискурс второй музыкальной практики, по сути исчерпан. Это не значит, что в нем нельзя вовсе было ничего создавать, как показывает история, те же авторы вроде Шостаковича или Прокофьева нашли в себе силы, чтобы из этого уже оскудневшего источника выжить достаточно, чтобы встать вровень с их предшественниками. Но каждый автор уникален, каждый автор самобытен, и Щенбек этого сделать не мог. Он понимал, что он повторяется, он повторяет сам себя, и пытается решить эту проблему так, как этого требовала эстетика, или даже этика в каком-то смысле эпохи романтизма. Он бросает вызов язык. Он говорит, что я буду писать свободно. Это период так называемой свободной тональности. Он создает сочинение таким образом, чтобы никакие штампы, стереотипы, никакие общие принципы, которые есть в музыкальном сообществе, не могли навязывать ему свою внешнюю волю, что он будет создавать сочинение именно так, как его высокоразвитый слух, слух художника диктует ему, вот это красиво, а это некрасиво. Да, в этот момент он создает, возможно, одни из самых известных своих произведений. Это и опера «Ожидание», это и «Лунный пьеро» легендарный. Так вот, «Лунный пьеро» интересен здесь в наибольшей степени. Почему? Потому что это сочинение о духовном предательстве. Это сочинение о том, что «Лунный пьеро» изначально как художник, это символ художника, занят восхвалением Луны. Луна есть символ духовного, термин кандинского. В данном случае не нужно пытаться под этим изыскать какую-нибудь связь с теософами или антропософами и же с ними, я пользуюсь термином из ближайшего круга друзей Щенберка, то есть термином Василия Кандинского. Одна из его работ так и называется «О духовном в искусстве». И Луна есть этот самый символ духовного. Если этот цикл начинается, когда художник восхваляет Луну, то заканчивается это все тем, что на ту Луну уже абсолютно пытается использовать, то есть это духовное предательство, предательство искусства как такового. И вот что любопытно, это сочинение является не просто сочинением о предательстве, оно парадоксальным образом стало и сочинением предательства. Оно здесь отыграно дважды. Если в первых пьесах цикла, особенно в самой первой, мы наблюдаем беспрецедентную свободу Щенберка как художника, ему действительно на краткий миг удается создать абсолютно свободную музыкальную ткань, никак не детерминированную функциональными отношениями предшествующей эпохи, то последние две пьесы показывают и возвращение к фактуре позднеромантической. И там уже появляются просто откровенно трехзвучные опорты торцового строя. То есть, вот этот жест свободы, жест раскрепощения возвращает все-таки к тем же самым баранам, от которых Щенберка за всех сил пытался уйти. То есть, он ударяется о стену, о стену лабиринта, о стену непроходимую, и она отбрасывает его назад в самый центр. То есть, тогда, когда мы не осознаем, когда нам ограничения свои, когда мы осознаем, что мы полностью свободны, значит, мы не свободны ни в чем. Это абсолютно, сто процентов ясно. И в этом смысле это совершенно уникальное сочинение, сочинение, которое часто называют главным сочинением XX века, своего рода символом XX века как такового, потому что действительно с этой проблемой будут сталкиваться все авторы, которые застанут параллель двух практик. В том числе и сейчас, второй и третий. Мы живем в уникальную эпоху, когда две совершенно разных исторических традиции, совершенно взаимоисключающими системой координат, накладываются друг на друга. Это, с одной стороны, уникально, это дает возможность работать с двумя из них, но, с другой стороны, это, конечно, и безумно тяжело. И тяжело, прежде всего, конечно, удержаться в новой, не соскользнув в ту, которая эксплуатировалась уже на протяжении почти шести сотен лет. Ну, если и не шести, то, так скажем, пяти точно, да, она тоже готовилась, она не сразу возникла. И что, каков будет ответ Чонберга? Ответ Чонберга будет всем известен, это система 12-тоновая, то есть система очень жестких ограничений. Если свобода не привела ни к чему, свобода привела к тому, что он оказался еще более несвободен, чем когда писал сознательно в романтической статике, то он пытается создать конструктивно-интеллектуальную схему ограничений, вписывая свои идеи в которую, и он сможет оказаться быть свободен от предшествующего дискурса. То есть он пытается создать новый язык, в прямом смысле слова, эсперанто, язык, которого не было. И я всегда удивлялся потрясающей выдержке этого человека. Понимаете, он создает додекафонию в 20-е годы, тогда, когда он был близок к рубежу в 50 лет. Это уже автор, который взрастил великих учеников, автор, чьи произведения заслужили, лестные отзывы, в том числе великих музыкантов, и неожиданно бросить все, отказаться от всего предшествующего, и как ребенок начинать учиться говорить на несуществующем языке, начать его создавать с нуля. И первые его попытки, такие как Сьюит-Опус-25, они действительно могут казаться сейчас убогими. Именно такими они являются. И это есть совершенно уникальное свидетельство силы воли этого человека, когда он пишет, у него, естественно, не получается, потому что, представьте себе, как ребенок учится ходить, сколько это затребует времени, сколько это затребует ресурса эмоционального, психического. Но он не отступает, и он идет дальше, идет дальше, идет дальше. Уже к концу 20-х годов он создает такие шедевры, как Сьюит-Опус, как вариации для оркестра Опус-31. Это одно из лучших его сочинений, в принципе. Пока он не дойдет к таким произведениям, как скрипичный концерт и фантазия для скрипки фортепиано. На мой взгляд, это те сочинения, в которых Чендер добился наибольшей свободы внутри вот этой очень жестко ограниченной системы. То есть, вы понимаете, что для функциональной музыки, естественно, наиболее важным является ход доминанта в тоню. Вот этот ход. И если мы уберем господствование неких тонов над другими, то мы избежим во многом и систему функциональных отношений. То есть, логика додекафонной схемы, если ее сильно упрощать, доводить, то есть, что можно выразить в двух словах, это попытка выравнить все 12 тонов, их в количественном соотношении. Таким образом, функциональность там не может в полной мере себя проявить. Любопытно то, что параллельно этим занимается далеко не только Чендер. То есть, ну, случай с Хауэром, который оспоривал первенство у Чендерга, всем известен, хотя это совсем другая музыка, и система на самом деле другая. А вот есть случаи, когда система почти та же самая. И один из этих авторов, автор выходец из России, его звали Ефим Гулышев. Ефим Гулышев создает 12-ти тоновые пьесы на 6-7 лет раньше, чем Арнольд Чендерга. Более того, эти пьесы не создавались в стол. В 20-м году ледяная песня для симфонического оркестра Гулышева была исполнена в Берлине публично симфоническим оркестром. То есть, говорить о том, что эта музыка не звучала, о том, что ее никто не слышал, не представляется, возможно. Примерно в это же время, даже чуть раньше, чем Гулышев, в 13-м году Веберн пишет свой опус 10, 5 пьес для оркестра, в которых первая пьеса позже использует 12 выровненных тонов, 12 последовательно взятых тонов. Почему же эта музыка, прежде всего, музыка, представленная в фигуре Гулышева, не оказала никакого влияния на культуру, более того, осталась незамеченным, и незамеченной остается и по сей день? Почему авторство додекафонии приписывается исключительно Арнольду Шонбергу, в то время, как другой композитор создал аналогичную схему значительно раньше? Более того, публично обнародовал ее в Европе. А вот здесь нельзя не обратиться к той логике, которую предлагает современная социологическая мысль. Во второй половине XX века был очень крупный социолог, который вывел социологию на уровень философской дисциплины. Для тех, кто не в курсе, я использую слово философия исключительно в плане той науки, которая создает новые методы. То есть философия – это не когда с бутылкой говорят за жизнь, а философия – это та наука, которая создает новые методы, которые можно использовать во всех иных науках. Но прежде всего, естественно, в науках гуманитарного в Европе. Хотя и не только. Иногда далеко, не только. Так вот, Пьер Бурдио действительно создает новый метод анализа ситуации, как таковых. И вводимое им понятие, понятие символического капитала, очень и очень важно. И сможет объяснить эту ситуацию. И будет совсем не далеко от обозначенной мной темы сегодняшней лекции. Бурдио предлагает следующую модель. Он говорит, что в каждой конкретной исторической ситуации действует не только капитал, обозначенный в одноименном труде Карла Маркса, но и целый ряд иных капиталов, которые можно именовать символическим капиталом. Он может быть представлен в виде религиозного капитала, может быть представлен в виде этнического и так далее. То есть, получается, каждая конкретная ситуация состоит из наложенных друг на друга разных схем. Но представьте себе, допустим, даже человек, обладающий значительным капиталом материальным, навряд ли смог бы каким-то образом хорошо продвинуться в области искусства в период Третьего Рейха. Работает этнический капитал против него, если он не той национальности. Этот человек, соответственно, обладая национальностью иудейской, в данной конкретной ситуации обладал долгом или минус деньгами. И, соответственно, те деньги, которые у него даже наличествовали в виде капитала монетарного, навряд ли смогли бы ему помочь, но разве что побыстрее из этой страны уехать. И то, если получится. Таким образом, прелесть системы Бурдье в том, что каждый из этих схем капиталов способен конвертироваться в другую. То есть, символический капитал может конвертироваться в монетарный, монетарный в религиозный, религиозный, в этнический и так далее. Но всегда с колоссальным процентом взаимания, то есть с потерей. Их котировки все время меняются в разные исторические периоды. И это действительно хорошо объясняет то, что, допустим, человек, обладающий большим денежным ресурсом, далеко не всегда в области того же искусства или области мысли может как-то повлиять на ситуацию. Если он пытается повлиять, допустим, на таких деятелей, как Ален Бадью в современном мире философии. Почему-то? Потому что у Алена Бадью такой символический капитал в области философии, его имя представляет такую ценность, а это тоже капитал, что просто у тех политиков, которые бы попытались на него влиять, даже если это премьер-министр, я имею в виду Францию, да, как государство, то есть если, или там премьер-министр той же Великобритании, а если эти люди пытаются повлиять на такого человека, у всей их стороны недостаточное количество монетарного капитала, чтобы перевести его и соответствовать капиталу символическому этого человека. Поэтому он может себе позволить делать жесткие выпады на политику Саркази, я указываю, естественно, более ранние работы, когда были иные деятели политические, а потом этот Саркази будет с повинной вручать ему высшегосударственные награды, понимаете, потому что его символический капитал, Алена Будью, в современном мире столь высок, что он превосходит отдельно взятые капиталы монетарные. И, соответственно, если говорить о ситуации с Голышевым и Щенбергом, у Щенберга был уже очень значительный символический капитал, как у художника, очень значительный. У Голышева он, может быть, был неплохой, как у Скрипача, он закончил школу Леопольда Ауэра, он выходец из России, это видный музыкант, но авторитет его в качестве композитора, даже среди авангардистов, был не столь уж высокий. Более того, Щенберг преподавал гармонию, Щенберг преподавал классическую гармонию, это был большой авторитет в области классической гармонии. Поэтому, конечно же, от человека, который посвятил большую часть своей жизни изучению классической и романтической гармонии, некое нововведение в этой области более чем ожидаемо. Даже если оно перечеркивает все предшествующее, даже если оно отрицает его, чем от человека, который все-таки занимался скорее параллельными, чем этими проблемами. Поэтому фигура Голышева оказалась несостоятельной, и резонанса от его сочинений было очень-очень мало. Хотя сейчас его трио 2014 года написано, в 12-й новой технике записано, его можно послушать, оно выложено на YouTube, в открытый доступ. И самое удивительное, то что, конечно, оно по музыке несоизмеримо выше, чем ранние додекафонные опсы Шенберга. Понимаете? Конечно, это несопоставимо с уровнем скрипичного концерта Шенберга, это несопоставимо с уровнем фантазии опус 47 Шенберга. Но ранние опыты Шенберга, такие как «Сюит опус 25», который он в начале 20-х годов только создаст, проигрывают пьеси Голышева. Однако мы будем считать додекафонию с сочинений Шенберга. Понимаете? И здесь объяснить это будет никаким образом невозможно, только обратившись к социологическим полям Пьера Бурди. Если мы проанализируем все составляющие символического капитала, то окажется, что выстрелить, конечно, могла такая фигура только как Шенберга. Сказать свое слово веско могла только такая фигура, как он. Ну или если бы этим занялся кто-то из авторов вроде Стравинского, собственно, он на себя эту роль и возьмет сразу же после смерти Шенберга. В тот же самый год, когда Шенберг умрет, Стравинский становится композитором, работающим в додекафонной технике. В серийной технике. Не скажу додекафонной, серийная техника Стравинского несколько иная, но он взял на себя этот крест, потому что этот крест кто-то должен был нести. Пока его нес Шенберг, Стравинский мог делать все, что угодно. Была величайшая фигура, которая несла на себе это бремя. Бремя нового искусства. Когда Шенберг скончался, это бремя должен был взять кто-то иной на себя. В одном из интервью, которые брали у Шенберга, его корреспондент спросил, как вам удалось стать Арнольдом Шенбергом. Шенберг отреагировал на это весьма юмористическим образом. Он не увидел в этом некого восхваления. Он сказал, просто все отказались, и мне пришлось. Что же касательно другого автора, его ученика Антона фон Веберна, уже упоминаю о мной сегодня, то, несмотря на то, что разница в возрасте с Шенбергом у него была незначительная, меньше 10 лет, Веберн очень гибко переходит на серийную музыку. То есть он уже в своих сочинениях не серийных очень далек от функциональных отношений. Он уже учится на свободной тональности своего великого учителя. И получается, казалось бы, даже поколения нет между ними. Поколение 20-25 лет. Здесь меньше 10 лет разница. И тем не менее, Веберн приходит не на пустое место уже. Шенберг уже пытается работать со свободной тональностью. И сочинения Веберна очень гибко перетекают в серийную систему, расшатывая предшествующий дискурс еще больше. Почему я заговорил о Веберне? Потому что на самом деле, то все, что сделал Шенберг, он смог расшатать предшествующий дискурс. Он смог обозначить те методы, которые могут помочь выйти за его пределы. Но он не вышел за его пределы. Он не является композитором третьей музыкальной практики. Он является композитором, который завершил вторую. Потому что ограничения, навязанные Шенбергом, самому себе, конечно, прежде всего, оказались недостаточными. Он придумал, как ограничивать только звуковысотность. Непротяженность этих звуков, ни динамическую сторону, ни тембровую, ни ритмическую он не ограничил. Таким образом, предшествующий дискурс все равно спокойно и мог завладевать, и периодически завладевал. Достаточно послушать такие вещи, как четвертый струнный квартет, фортепианный концерт, да даже трио. Шенберг это достаточно позднее сочинение. Струнное трио. Чтобы понять, что свободным полностью он не стал. То есть, для того, чтобы добиться большей свободы, нужны были еще большие ограничения. И их вводит Антон фон Веберн. Антон фон Веберн вводит ограничения, к примеру, на динамику и на артикуляцию. То есть, серии создаются не только звуковысотные, но еще динамические, то есть громкостные, и артикуляционные, то есть по манере взятия звука. Это акцентированный звук, это точка, или это портаты, черточка и так далее. Такую систему он опробирует в вариациях для фортепиано. И следующее его нововведение, где он вводит ограничения на ритм. Ритмическая сеть. Она используется в вариациях для оркестра. Одно из последних сочинений Антона фон Веберна. Оно уже создается в начале 40-х годов. Таким образом, он становится непосредственным предшественником третьей музыкальной практики. Он еще жестче делает те ограничения, в которых работает автор. И таким образом, как ни странно, становится еще свободнее, чем его учитель. То есть музыку Веберна сейчас сложно сопоставить с музыкой Малера или Рихарда Штрауса. То есть это уж что-то настолько далекое от нее. В то время как многие сочинения Шонберга, даже написанные в додекафонной технике, ну в том числе знаменитые вариации для оркестра Шонберга, очень сильно отсылают к каким-то драматическим сочинениям того же Николая Яковлевича Мисковского. То есть даже не его додекафонной тринадцатой симфонии, а с сочинением не додекафонной. Это просто некие экспрессионистские партитуры, которые вовсе даже и помыслить еще не дают их как образцы структурализма. И что это все в совокупности дает? А это в совокупности дает следующее, то что в конце сороковых годов совсем в другом месте, вовсе не в Вене, вовсе не в Берлине, до этого речь шла о музыке исключительно немецкоязычных стран. Шонберг, Веберн, это новая венская школа, это Австрия, Ефим Голышев работает в Берлине. Сейчас все переносится в наше оповествование во Францию, а конкретно в Париж, в Парижскую консерваторию. Напомню, что свой пик своего развития структурализм достигает в области мысли. Именно во Франции 50-х, 60-х годов. Это Ливи Стросс, это Альтюсер, это структуралист, а потом постструктуралист Мишель Фуко, это тот же Жак Лакан с его семинаром знаменитым. Структурализм складывается в классе Оливье Мессиана. И Оливье Мессиан в конце 40-х годов создает всего одно сочинение, для него совершенно несвойственное, которое он никогда более повторять не будет. Но чем оно оказалось уникально? Именно с него и можно считать третью музыкальную практику. Это сочинение называется «Четыре ритмических этюда». И второй из этих ритмических этюдов создан таким образом, что, по большому счету, автор в нем не мог написать уже ничего. Это тотальная система ограничений. Серии вводятся на все. Отдельно серия на метролитм, отдельно серия на звуковосокность, отдельно серия на динамику, отдельно серия на артикуляцию и так далее. То есть, все параметры музыки, из которой состоит эта пьеса, заданы изначальными сериями. И, по большому счету, далее, как скатерть-самобранка, эта музыкальная пьеса разворачивается, по сути, самостоятельно. Для того, чтобы вы имели представление, что это было, насколько это совершенно невообразимый контраст со всей предшествующей музыкальной традицией, я включу небольшой фрагмент этого произведения. Это произведение написано в 1949-1950-е годы. Это цикл называется «Четыре ритмических этюда». Это вторая из этих пьес. «Четыре ритмических этапа» «Четыре ритмических этапа» и так далее. Кто захочет, тот сможет послушать самостоятельно. Ага, эта пьеса есть, и вообще весь цикл есть в интернете, на том же YouTube, даже в исполнении супруги Оливье Мессиана И его говорила. И, понимаете, эта музыка играла такую же роль, как контакт с неземной цивилизацией. Понимаете? Получается, то, чего не смог добиться Щенберг, он по-прежнему верил в свободу человеческого «я», в свободу человеческой воли, в свободу выбора художника. И эта свобода так до конца его дней его периодически так и подводила. То есть ряд его додекафонных сочинений явно отсылает, конечно, к музыке позднеромантической и в то же время какой-то не слишком органичной позднеромантической музыки. Я могу себе такое позволить. Я очень люблю творчество Щенберка, поэтому нужно правильно это оценивать. Да, это великий художник, и все его сочинения безусловную ценность представляют. Я сравниваю лишь Щенберка с самим Щенберком. То есть далеко не во всех сочинениях он смог добиться того, чего он хотел добиться, к чему он так стремился. Дальше смог уйти Вейберн, который вводит несоизмеримо большую систему ограничений с рентворчества. И неожиданно, дальше их всех, запуская новый музыкальный язык, уходит Оливье Мессиан, который исключает фактор свободы почти полностью. А автор был свободен лишь когда он создавал саму идею этих ограничений. То есть сама по себе пьеса, по большому счету, писалась уже вне автора. Он лишь выбирал последовательность звука, выбирал последовательность динамических соотношений, ритмических, артикуляционных и так далее. Все остальное разворачивается по сути самостоятельно. И это письмо, которое будет названо сериалистическим, потому что в нем серия не одна, а их много, не только звуковая, действительно взорвется подобно атомной бомбе в Европе, и целый ряд величайших, выдающихся авторов обратятся к письму в этой манере. Это прежде всего речь идет о 50-х, начале 60-х годов. Это и сочинение Пьера Буллеза, который вынесен в качестве заглавия в нашем цикле. Это его прежде всего цикл структуры, который своим названием непосредственно отсылает к направлению структурализма в области мысли. Это и полифония его для ансамбля большого. Это и такая фигура, как Жан Барраке, один из основателей сериалистического письма. Это очень близкий друг Мишеля Фуко, структуралиста и пост, структуралиста, философа. А также это Карел Буйварц, автор одних из первых крупных, протяженных сочинений в области сериалистического письма, который, будучи другом Карла Хайнца Штагхаузена, перенес эту эстетику за пределы Франции. А сериализм захватывает всю его рот. И вот что удивительно. То есть спустя совсем ограниченное количество времени, эти авторы, ну за исключением некоторых, того же Буйварца, допустим, перестали работать в жесткой системе сериализма. Можно сказать, что они предали сериализму. Но это не так. Он просто выполнил свою функцию. Тот же самый Пьер Буллес, который скончался в этом году, в начале этого года, до своих последних сочинений, периодически использовал серийные техники, но они уже использовались спорадически, эпизодически. Они не представляли целостную, жестко детерминированную структуру. Почему? Да потому что сменить сам язык один на другой, применять эпистему, как сказал бы Мишель Фуко, то есть историческую некую культуральную систему, одну на другую, оказалось достаточно этим великим авторам, которые создали по два-три сочинения в 50-е, начало 60-х годов. Эти сочинения были услышаны, эти сочинения были восприняты, и для того, чтобы сейчас выражаться на этом новом языке, уже вовсе не обязательно этот язык каждый раз создавать. То есть, если до этого язык второй музыкальной практики представлял собой абсолютную клетку, выбраться из нее было никаким образом невозможно, то язык, созданный в оппозиции к этому, созданный по сути с полным устранением свободы выбора, оказался тем, что эту свободу выбора я открыл. Потому что, когда появилось два языка, предшествующий язык наконец-то был осознан как язык. И на это минное поле можно уже не наступать. И любопытно то, что можно сколько угодно говорить про рационализацию чего-то там в 20-м веке, что это музыка неэмоциональная и так далее, как основная критика со стороны последних приверженцев второй практики. Они до сих пор есть. Вторая практика, конечно, существует и по сей день. Иначе, слушая музыку Бетховена, вы бы уже не испытывали ни малейших эмоций. От окраны или поздно будет. По крайней мере, лет спустя 70 стоит, а гарантированно. История неумолима, и свои примеры она повторяет достаточно педантично. И чтобы отвести всю подобную критику от этой ситуации, в которой мы все с вами живем ныне, я бы хотел привести пример из очень далекого прошлого, а конкретно из музыки XIV века. Что такое XIV век? Это, по сути, установление музыки первой практики. То есть XIII век, это, собственно, ее появление впервые, на отдельных примерах таких великих авторов, как Пиратин или его учитель Леонид, в меньшей степени, конечно. То в XIV веке создается очень жесткая система письма, которая, по сути, и породила первую музыкальную практику в том виде, в котором мы ее знаем, в том виде, в котором ее определяет автор этого термина, Клаудио Монтеверди. Он назовет музыку XIV, XV, XVI веков первой музыкальной практикой и себя из своих современников второй музыкальной практикой. Понимаешь, что III он не мог предвидеть. Он жил в XVII столетии. Так вот, что происходит в XIV веке? Появляется такое явление, как изоритмия, изоритмический матет. Что есть изоритмия? Автор создает некую мелодию, интонацию, без ритма. Эта мелодия может до бесконечности повторяться, потому что никаких способов развития мелодии в тот момент не существовало. И создает ритм для этой мелодии, который либо длиннее этой мелодии, но не вдвое, либо короче. Но опять же, желательно, чтобы не в половину. Таким образом, повторяя постоянно ритмическую структуру и повторяя мелодическую, мы получаем то, чего свободная воля этого автора никаким образом создать не могла. Эта интонация все время переритмизуется. И мы получаем все время ее разные варианты. Казалось бы, зачем автор делает? Если у нас с обложки любого глянцевого журнала нам говорят, что мы должны тратить ее свое время на свободу самовыражения. Да и не быть как все. Не быть как все и купить Адидас. В качестве аргумента приводится то, что уже несколько миллионов купили. Потому что идея, конечно, не быть как все, эта идея слишком противоречива в своих притязаниях. Да потому что авторы той эпохи полностью детерминированы звучанием Григорианского храма. Они, с одной стороны, детерминированы им, они не могут проинтонировать ту же самую мелодию иначе. Я имею в виду переритмизовать. Ровно как и они не могут отовыкнуть от чего? От модусной системы письма, от модального письма Пиротина Великого. Напомню, что музыка Григорианики не имеет ритма в принципе. Там ритм исходит из логики текста. То есть вот как мы прочли бы псалом, где запятая, там, значит, некая пауза будет, где слово предполагает, оно более важное, ну, деус, домино деус, оно будет чуть более широко распетое и так далее. Но никакого ограничения по ее ритмическому изложению не было. Пиротин Великий вводит систему шести модусов. То есть шесть вариантов ритма. И только они, никаких других вариантов нет. Это позволило отсечь предшествующую традицию. Но это не давало действительно каких-то перспектив к развитию этой тенденции, этого направления как такового. Из-за ритмии же это впервые применяется та система нотации, которой мы пользуемся до сих пор. Когда большая нота делится пополам, она становится вдвое меньше, да, каждый из них. Из них каждую можно поделить еще, и тогда вот такая дихотомия музыкальная. И что делать с этой свободой, когда каждую ноту можно было проинтонировать, изложить в любой ритмической модели? Никто не знал. То есть чем больше свобода, тем меньше собственной свободы. Понимаете? И для того, чтобы не впасть в ересь и не откатиться на уровень раньше, чем музыка Пиротина Великого, естественно, потребовалась система еще более жесткая, чем вводит он. И вот из-за ритмической системы пользовались такие гении, как Филиппа Довитри и Гирьем де Машо. Портрет Гирьема де Машо висел в кабинете Стравинского, которого я уже упоминал сегодня, да, потому что именно с эпохи Машо можно говорить о том, что вообще появляется ритм в музыке, как таковой. Управляемый ритм. Управляемый автором ритм. Но для того, чтобы он появился, автор должен был сделать его сначала неуправляемым. Он должен был запустить его в качестве некой жестко сконструированной системы, жестко сконструированной модели. Что еще здесь очень важно сказать? Важно сказать о том, что тотальная свобода, по сути, оказывается тотальной невозможностью. Это такая тотальная свобода, как свобода шизофреника, у которой не установлены никакие связи между предметами. Но шизофреническое существование, оно по определению невозможно. Оно ограничено именно этой, по сути, тотальной свободой. Эту тотальную свободу в 60-е, или чуть раньше, в 50-е, 60-е годы предлагает электронная музыка. Именно в это время активнейшим образом развивается электроника, электронная музыка, в чистом виде не электроакустика. И кажется, что электронная музыка может сменить весь инструментарий, что это новый сверхинструмент, инструмент, который способен сымитировать любой инструмент. Создаются такие знаменитые, великие синтезаторы, как «Анс», который, то есть, по сути, аналога его сложно найти по тому времени. Это уникальная машина совершенно, в которой просто звук конструируется на уровне прописывания самих составляющих, самой электроники. То есть, можно создать любой звук, абсолютно любой звук. Вы этот звук знаете по киноленте «Солярис» Тарковского, где нам кажется, что кто-то играет на органе, но исполнитель не указывает. Потому что на органе не играет никто, даже это не орган. И из этого органа вызревают другие звуки совсем в то время, когда не было таких возможностей, не было систем такой, как сейчас можно сделать в Кубейсе или в аналогичных компьютерных программах. Это все делалось на уровне прописывания каждого звука из его молекул. На атомарном уровне. И казалось, что электронная музыка сможет все. Но эта иллюзия очень быстро пропала. Почему? Потому что в электронной музыке ограничений оказалось нет. Вовсе. Можно выставить абсолютно любую шкалу. Можно выставить, делить октаву не на 12, а на 13. Или на 150. Или на 1000. Более того, можно ее делить с сокращением вверх, как по естественной логике Абертона, превалируя над ней. Так и с расширением вверх. И так далее. То есть, можно само звуковое пространство выстроить абсолютно любым. Можно сконструировать абсолютно любую атаку, взять от одного инструмента, продолжение от другого, угасание от третьего, так до бесконечности. Вот именно этой бесконечности оказалось бесконечными возможностями. И поэтому в современном музыкальном мире конечно музыка электронная существует в 90% случаев. Либо как музыка сэмплерная, то есть в эстраде, где она еще более ограничена, чем музыка акустическая. Либо в качестве электроакустической музыки, где она взаимодействует с инструментальным коллективом, который привносит необходимую сетку ограничений. Другой пример с невозможностью свободы, свободой, которая провозглашается и тем самым теряется, я бы хотел привести из литературы пример весьма, весьма всем известный, хотя возможно мало кто читал сего автора именно с точки зрения структурного анализа его работ, а не с точки зрения той, которая в обществе за ним закрепилась. Я имею ввиду Маркиза де Сада. Более того, прочесть его адекватно на русском языке невозможно. Все его сочинения изданы с колоссальными сокращениями. И Фюльетта и Жюстина, как правило, в два-три раза объемней в подлиннике. Я имею ввиду самые полные версии изданий на русский язык, то есть когда речь идет о томах около тысячи страниц. То есть эти произведения примерно около двух тысяч страниц занимают, каждая из них. Но сокращены они не случайно. Зря, но не случайно. Этот автор выступает с утверждением тотальной человеческой свободы. Человек свободен. Если он желает, если такова его воля, значит он имеет право это совершить. Свобода провозглашается полно. Более того, эта свобода провозглашается весьма кстати по времени. Эта свобода провозглашается в эпоху немного предшествующую и чуть более последующую французской революции. И чем же этот автор для нас интересен? А тем, что если взять особенно полные версии его сочинений, то окажется, что он не только не может создать какое-то оригинальное описание персонажей или ситуации, тут-то бог с ним, ну может быть не хватало у автора определенного таланта. Хотя повлияло на культуру значительно больше, чем многие другие авторы. И по-прежнему продолжает на нее влиять. А его современники уже навряд ли. Но его сочинения уникальны тем, что ситуация из ситуации в ситуацию. Все повторяется идентично. И еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз настолько, что уже у редактора не хватает мочи, что он купирует это пополам. Понимаете? То есть, получается, ситуации кочуют в качестве клонов не только из романа в роман идентичные, но они кочуют внутри одного романа, из головы в голову, из головы в голову и так далее. Таким образом, создавая некое отчаянное невротическое повторение, которое демонстрирует ту ситуацию, что когда провозглашается тотальная свобода, и самое главное, когда этой тотальной свободой мы действительно упиваемся, когда мы считаем себя свободными, эта ситуация обратная от той, которая нам кажется. То есть, реально, мы не обладаем в этот момент ни единым шансом хотя бы на элементарный простейший свободный выбор. Я не буду поднимать здесь столь радикально сложные вопросы, как а имеем ли мы вообще свободу выбора как таковую. Я лично в нее не верю. Всех, кто хочет с этим ознакомиться чуть более подробнее, отсылаю к работам, экспериментам Томаса Метцингера, к его прежде всего книге «Быть никем». Ее, к сожалению, нет на русском языке, только англоязычное издание. Ее бы как раз перевести, на мой взгляд, наиболее ценное, что в ближайшее время из работ касательно сознания нуждается в переводе на русский язык. Я бы не сказал, что там уж такой уж убийственный английский. Очень много читал отзывов англоговорящих авторов, что это настолько сложная работа. Неправда. Неправда. Можно это читать вполне. Другая же его работа, чуть более поздняя, чуть более размытая, на мой взгляд, есть на русском языке. Она не издавалась, но она есть в сети. Она называется эго-тоннель. Эго-тоннель. Там приводятся эксперименты не его, он философ, он описывает эксперименты различных ученых. Он их собирает и интерпретирует. Там описываются эксперименты, когда в определенных условиях человек, погруженный в некое задание, психологический тест, когда он выбирает музыку или картинки, достаточно долго работает по определенной схеме, положенной по тесту, с какого-то мгновения ему отключают клавиатуру и мышь. А оператор, который сидит за стеной, которого он не видит, продолжает выбирать картинки, пользоваться мышью и так далее. Из огромного количества тестируемых отключения и мыши и клавиатуры не заметил никто. если кто-то будет выбирать за нас, что нам будет сейчас хотеться что-то сказать или хотеться попить, хотеться выйти, а мы будем лишь неким героем в компьютерной игрушке, которую будут управлять, а заметим ли мы это? Нет. Понимаете? Поэтому когда ставится вопрос о свободе выбора, нужно всегда понимать, что сам факт этой свободы тоже еще явление далеко не доказано. К самим этим экспериментам у меня есть определенные претензии. Я так и не смог найти полную систему описаний в точности, как они проводились, но в том виде, в котором они описаны у Метцингера, к ним есть определенные претензии. Поэтому предположить, что там на 100% нашей свободы или несвободы приходится там один или два процента действительно, когда мы можем что-то выбрать, все-таки скорее всего есть. Потому что это не были эксперименты, когда людей сажали за компьютер, и сразу же отключали клавиатуру. Понимаете? Тут-то заметит каждый. А когда человек достаточно долго готовится в определенных ситуациях, то, конечно, вероятность того, что все человеческие существа поведут себя в такой ситуации однотипно весьма высока. Современная психотерапия, психотерапия лакановского толка даже отвергает само понятие человеческого существа. Пользуется категорией субъекта. И субъект эпохи, как правило, мыслиться это один субъект. В смысле не столько, сколько вас есть в этом классе, а столько, сколько есть сейчас людей на планете. Вот это и есть субъект эпохи. И он один. Поэтому говорить о свободе с этой точки зрения также кажется весьма и весьма бесперспективным. К чему в итоге мы пришли? Мы пришли к следующему. Мы пришли с одной стороны, что на протяжении эпохи, на протяжении эпохи становления музыкального искусства, что в первую музыкальную практику, что в практику третью, ее появление, авторы приходили к большей самодостаточности, к большей самостоятельности их творческого почерка через введение большей и большей системы ограничений, а не наоборот. С другой стороны, мы рассмотрели проблему того, что когда автор провозглашает тотальную свободу, как бы это было в случае с Атанальным Чонбергом, как это было в случае с Маркизом Десадом, авторы оказываются постепенно поглощаемы тем дискурсом, который они пытаются изменить. То есть по большому счету они начинают не репрезентировать тот язык, которым они владеют, а презентировать. То есть они и есть этот язык. Почему ребенок может изрекать иногда некие мудрые мысли, даже типа о поговорке к устами младенца, глаголит истина. Ясное дело истина. Младелец ни чего не может сказать, кроме самого языка. Кроме самой батареи означающих в которой мы погружены. И естественно это истина в чистом виде. Это истина этого языка. И то же самое как миф о свободе безумца. Миф кстати активно начинает эксплуатироваться с 60-х годов, с моды на ЛСД и прочую дрянь, с эпохи хиппи и так далее. Активно начинает пропагандироваться миф свободы безумца. Даже в таких блистательных кинолентах, как Бразилия Терри Гильяма, лента заканчивается освобождением героя от этой сетки, угрожающей антиутопии, уход в безумие. Так вот, оказывается, что безумие, конечно же, не дает никакой свободы, оно есть полное утрата как таково. То есть, что такое, если мы полностью погружены в язык, то если мы им сознательно пользуемся, не нужно путать язык и речь. Речь это сознательное использование той или иной части языка. язык не предполагает того, что он озвучен. Сам факт, что вы смотрите на предмет, это тоже язык. Вы же их воспринимаете, все, что вы воспринимаете, встраивается в сетку языка. Это тоже является означающим, поэтому означающее не равно слову. Если вы полностью погружены в тот язык, в язык нашей эпохи, с его системой отношений, то безумец, который утрачивает возможность пользоваться речью осознанно, он манифестирует сам язык. И по речи безумца, как показывает тот же Мишель Фуко, который большую часть своей жизни посвятил исследованию феномена безумия, потому что пока мы не поймем, что такое безумие, понять, что такое сознание невозможно. И он же показывает, что по речи безумца определить, в какую эпоху она была произнесена значительно проще, чем по литературам прибой. То есть как раз речь безумца показывает полную его погруженность в язык. От него, от свободы не осталось ничего. Он просто и есть буква этого языка. Это плавание по морю с неумением владеть парусом. На прихоти ветра. Если море это батарея значающих, то безумец плывет туда, куда его несет этот ветер. А в то время как опытный мореплаватель, такой как человек, владеющий пером, то есть литератор, не изменяя сам дискурс, владеет этим дискурсом настолько, что умудряется не натыкаться на стенки этого лабиринта. лабиринта. А, что касательно свободы еще, я бы хотел показать ее несколько с иной точки зрения, с точки зрения того, что те феномены, которые на наш взгляд представляют феномен языка в каждую конкретную эпоху, то есть некие кумиры языка, таким кумиром, ну, допустим, во второй половине 20 века является Беккет, к примеру, да, не он один, но он один из них, то если дать любому искусствоведу или любому из вас два фрагмента, один фрагмент из сочинения какого-нибудь убитого графомана, какого-нибудь Васи Пупкина, да, и другой из сочинения того же Беккета, которого вы не знаете, чтобы вы гарантированно не могли вспомнить, то я даю 50 на 50, что ваш выбор будет либо в пользу одного, либо в пользу другого, и даже если речь идет о профессионале искусствоведе, то есть отличить по каким-то признакам, которые бы были имманентны этому тексту, текст якобы величайшего писателя, и даже не якобы, а величайшего писателя, и текст абсолютно бездарный, окажется невозможным. То есть получается, что тех критериев, так происходит не всегда, да, я не случайно привел пример с Беккетом, понятно, что бывают те случаи, когда отличить все-таки можно, но опять же отличить можно будет лишь уровень профессионализма, уровень того, какое оно окажет влияние на культуру отличить никогда нельзя. Понимаете? Это работа уже тех структур, которые я вам анализировал на примере Пьера Бурди. Вот они либо выстрелят, либо не выстрелят. Какое-то сочинение у автора может оказаться беспрецедентно великолепным, и для него окажется едва ли не главной его работой, но оно не сыграет в культуре никакой роли. А другое сочинение, которое автор хотел бы отбросить, хотел бы забыть, да нет. А на нем будет выстроена целая культуральная модель. Один из таких классических, известных всем примеров, это пример с севильским цирюльником Россини. Понятно, что это одна из худших опер автора. Она создавалась на коленке за несколько дней, потому что ну просто нужно было. Мало кто еще вспоминает, что там второй акт есть, а он там есть. Все, что исполняется обычно на концертной эстраде это первая опера. Однако именно эта опера не только является визитной карточкой этого автора, но именно эта опера по большому счету определила комическую оперу в принципе в XIX веке. По крайней в первой половине XIX века. Это символ итальянской оперы комической этой эпохи. Понимаете? каким образом определенным стечением состоится. У меня нет сейчас времени, чтобы детально по полочкам анализировать эту историческую коллизию. Но если вы это захотите, вы сможете это сделать самостоятельно, применив тот ключ, который я рассказал, который дает нам первую ведет системой с его логикой символического капитала. Так что же есть собственно эта самая свобода? И что есть та свобода самовыражения, которое нас так активно призывает? Чтобы прийти к какой-то конечной уже точке, чтобы дать вам возможность задать некие вопросы после того, как я поговорю, я бы хотел еще указать на одно весьма интересное направление в музыке второй половины 20 века, которое отсылает непосредственно к этой самой пресловутой свободе самовыражения. Этот феномен обычно именуется интуитивной музыкой. Что есть эта самая интуитивная музыка? Собираются профессиональные авторы, как правило, это джазовые музыканты, хотя не только часто это музыканты-авангардисты, часто это сочетающие в себе то и другое, в том числе знаменитый джаз-авангард и так далее. Я имел опыт работы с такими музыкантами, представляю, что это из себя, как это выглядит изнутри даже, и провозглашение, естественно, основное очень близко к тому, что делает Шонберг в начале 20 века, то, что я буду писать, я буду играть, они не записывают, я буду играть так, как подсказывает мне сердце, как подсказывает мне мой вкус, слух, внепосредственно вот эту точку времени, здесь и сейчас. Я не буду ориентироваться ни на кого, я не буду ориентироваться даже на публику, эту музыку вообще может никто не слушать, я вообще сам даже могу уши себе задкнуть, это вообще не для того, чтобы звучало, вот, это просто некий акт самовыражения не ради оценки со стороны, а ради некой идеи, идеи чистой музыки как таковой, идеи музыки как потока самовыражения субъекта. Так вот, парадокс заключается в следующем, и он будет примерно такой же, как я вам приводил в случае с рекламой какого-нибудь бренда типа Adidas, когда будь оригинальным, делай как все. Провозглашение такое, что нам кажется, что каждое из исполнений этой музыки будет абсолютно беспрецедентным, оно будет абсолютно уникальным, что мы каждого из этих авторов сможем с точностью отличить, чем они столь удивительны, чем они столь разнообразны и так далее. однако де-факто вышло все прямо противоположным образом. То есть послушать эту музыку вы можете в больших количествах в сети, ее очень много, но поверьте, отличается она только составом инструментов и лицами исполнителей. А реально эти люди, которые отдаются на произвол, отдаются, отдают себя в тот самый ветер, который гонит лодку по морю батареи означающих, они конечно дают де-факто в качестве готового продукта один и тот же дискурс, один и тот же язык, с одними и теми же интонациями и так далее. Достаточно проверить самого себя, если вы такую музыку, какую предлагаю слушать я и какую анализирую я, то есть музыку третьей практики, с ней знакомы не слишком, то достаточно усадить вас за рояль, чтобы просто сели поимпровизировать и можно будет просто по кирпичам сказать, что взято откуда. Понимаете? Окажется, что ваш акт якобы свободного самовыражения не дает свободы никакой абсолютно. Или как это еще формулировал в 20-е и 30-е годы Николай Яковлевич Мисковский автор, который хоть и работал во второй музыкальной практике, который очень четко понимал ее ограничения. Так вот он своим ученикам советовал, что знаете, зачем нужно знать всю написанную музыку? Ну, чтобы образованным быть. Да, это конечно правильно, но чтобы ее еще раз не написать. То есть он понимал исчерпанность, ограниченность каждой системы языковой. То есть язык с одной стороны дает нам хоть какую-то возможность двигаться. Напомню, что если нет языка, если нет батареи означающих, мы уподобляемся шизофренику, который двигаться не может. Хотя у него конечно никаких системы ограничений нет. Именно поэтому он двигаться и не может. Я имею в виду двигаться не только физически, но прежде всего двигаться в каком-то направлении какой-то цели. И в данном случае то же самое. Язык дает нам возможность быстро реагировать на ситуацию. Язык дает нам возможность проявлять хоть какие-то признаки коммуникации. Я не верю в полную коммуникацию, хотя бы частично она возможна. Потому что уверяю, что сейчас в ваших головах совершенно разные тексты разворачиваться и совсем не тот же, который, как мне кажется, я говорю. И с другой же стороны язык это всегда клетка. Это всегда тюрьма, которая дает очень жесткую схему ограничений. И человек, который посвятил большую часть своей жизни изучению феномена безумия, я уже говорил, называл его это Мишель Фуко, другую часть своей жизни посвятил изучению феномена власти и тюрьмы. И это не случайно. Потому что язык это тюрьма. А если это тюрьма, если это жесткий лабиринт, я бы не сказал, что это именно тюрьма типа Камерного, это лабиринт, скорее. Но это не просто лабиринт, это лабиринт со своей системой иерархии властных структур. То есть властных структур не в смысле каких-то партий и их борьбы между собой. А властных структур прежде всего на уровне символическом, на уровне означающих. В каждую эпоху появляются базовые означающие. Даже если русский язык сам по себе может и не столь меняется, может он не так страшно поменялся со времени Пушкина до наших дней, хотя конечно поменялся, но эти слова уже утрачивают то смысловое значение, которое в них закладывалось. И мы просто его банально не считываем никаким образом. Казалось бы, не так давно всего в пределах сотни или чуть более лет работает Чехов. Классик русской драматургии, человек действительно оказавший колоссальное влияние на русский язык. Однако когда мы читаем некие его работы или когда его сочинения или когда мы читаем сочинения чуть более ранней эпохи сочинения для музыкальной культуры, допустим, богема или травиата, то, что знаете, все по умолчанию, все по определению, мы не считываем совершенно элементарных вещей. Допустим, нам кажется, что героиня умирает от чахотки, от туберкулеза. Но все жалко, поплакали, но не понимают вообще, как это к сюжету имеет отношение и почему столь часто это фигурирует. А фигурирует это очень часто. И заметьте, не совсем в обычных сюжетах. А вот если вы обратитесь к медицинской практике этого времени, то вы узнаете, что туберкулез даже самыми видными медиками 19 века считается венерическим заболеванием. И вот тогда станет все понятно. Понимаете? Вот тогда станет все понятно. Если указывается на то, что некая дама уезжает на курорт и оттуда возвращается с туберкулезом, значит, была некая интрижка, которая и приводит к развитию данного заболевания. То, что мы не считываем систему взаимосвязей даже относительно недавнего языка. Понимаете? Потому что мы учитываем, мы пытаемся интерпретировать все феномены отдельно, мы не хотим понять, что есть структуры. Их называл фукур эпистемы, некие культурально обусловленные исторические структуры, которые постоянно меняются. Слова остаются те же самые. Но представьте себе, если вы потрясете калейдоскоп, вы все время будете получать разные картинки. Даже если составляющие их будут одни и те же. То есть получается господствующее означающее в каждую эпоху меняется. Те или иные слова выходят на первый план, подчиняя себе другие и выстраяя властную иерархию того языка, которым мы пытаемся пользоваться. Более того, я очень сомневаюсь, что мы языком пользуемся. Я лично считаю, что мы на нем болтаемся, потому что мы не соизмерим нас больше. То есть скорее мы на нем висим, чем то, что мы можем эффективно использовать. И осознавая вот это, конечно же автор выбирает систему ограничений. Ограничений продуманных, вывеленных им самим это не панацея, но это дает возможность хотя открыть дополнительный ход хотя бы в том же самом лабиринте. Шенберг не вышел из того лабиринта, который предлагает вторая музыкальная практика, но он открыл колоссальное новое пространство. Выйдут из него уже авторы более молодого поколения, тот же Булес, Нона и так далее. Но если бы не было Шенберга, я с трудом себе представляю, сколь надолго бы могло затянуться появление этих самых авторов. Понимаете? И заметьте, я провожу всегда параллели с культурой. Старайтесь при анализе любой ситуации обращаться не к этому же виду деятельности, не музыку выводить из музыки. Это и так очевидно. Понятно, что там тоже есть связи. Я не хочу сказать, что между музыкальным произведением и другим музыкальным произведением связи нет вовсе. Это глупо было. Но эти связи очевидны и не нуждаются в дополнении. Как и все, не нуждаются ни в каком комментировании. Связи же, которые я пытаюсь выявить, далеко не очевидны. Связи с властными структурами общества, с системой иерархической языка в каждую эпоху. Системы исторических крупных блоков, которые повторяются примерно по определенной схеме, хотя и отличаются логикой постоянного усложнения. Проще, конечно, не бывает ничего. Может стать только сложнее. И после детерминации наступает не эпоха, ин-детерминации, которую хотели провозгласить те же хиппи, что до этого была эпоха. детерминированности в науке все определено. Человек это винтик в механизме неком часовом, как это было у Декарта, у Рене Декарта. Нет, здесь, конечно, наступает упор сверх детерминации. Когда да, это так, но и этот сам часовой механизм детерминирован самим каждым из этих винтиков тоже. Вот в чем дело. И вот тут-то я хотел бы закончить, приведя в пример следующее явление. Я вам уже говорю, что Томас Метцингер отрицает факт свободы воли, он приводит целый ряд доказательств, эмпирических данных, когда экспериментально доказывалось, что она абсолютно отсутствует, что ее просто нет ни в каком виде. но все же тут ставится следующий вопрос. Была ли бы наша культура в целом абсолютно такой же, если бы каждый из нас признавал де-факто, что не у нас самих, не у каждого из вас нету свободы выбора. А я попытаюсь ответить на вопрос отрицательный. Понимаете? Дело в том, что сам факт иллюзии свободы выбора, то, что мы признаем свободу выбора за каждым человеком, то, что законодательство карает свободу выбора убийцы, если он приступает к закону, и поощряет свободу выбора художника, если он создает то, что выводит культуру на некий более высокий уровень или изобретателя, что позволяет людям более так скажем беззаботно проводить свою жизнь, не тратить ее на погоню за выживанием, но тратить свое время на что-то более ценное для человека. И таким образом, если это все работает, и поощрение якобы доброй воли, осуждение якобы злой воли, признание ответственности человека за каждый поступок, то на уровне культуры в целом этот факт оказывается сверхдетерминированным. Он влияет на этот механизм и меняет его. Хотя этот механизм действительно полностью дезерминирует нас. И оказывается, что вот на этом крупном уровне, возвращаясь уже к каждому из нас, свобода выбора отыгрывается. Она все-таки присутствует. Я не могу ее отрицать полностью. Да и Меценгер этого не делает. Меценгер скорее констатирует факт, чем принимает отсутствие свободы выбора, как некий морально полноценный аргумент. Хотя, заметьте, если речь идет о физике или о нейробиологии, то факторы морали тут навряд ли чем-то могут помочь. Если мы признаем, что неморально система тяготения Земли, она от этого меньше и больше не станет. Она будет все той же самой, которая есть. Поэтому ссылаться на то, что да как же так, и это неэтично, что придется пересматривать все законодательства, все конституции всех стран, это аргумент как минимум ребяческий, он несостоятельный с научной точки зрения. Однако, я все-таки считаю, что как сверхдетерминация, когда каждый элемент так же определяет целое, в которое он вписан, как винтик, так же и здесь свобода выбора, как иллюзия свобода выбора, через целое возвращается к нам, все-таки давая некий процент действительной. это сам свобода. И те авторы, те выдающиеся авторы, пример которых я сегодня приводил, они все-таки смогли создать, пусть и через систему ограничений, через систему, подойду, загоняющую себя в такие модели произведений, которые могут быть, по сути, анонимными, когда автор лишь инициирует сам процесс, а произведение по сути пишется без него. Именно эти авторы ведь смогли создать что-то новое, ведь они смогли породить новую систему отношений, а было ли это действительно свободой, или было некой логикой обновления самого дискурса, абсолютно от нас независящей, на этот вопрос мы ответить не сможем никак. Поэтому я повторюсь, что я не даю ответов в этом семинаре, я не даю каких-то готовых решений, я предлагаю достаточно сложные вопросы, которые обычно боятся ставить, боятся ставить, потому что из этого вытекает целый ряд весьма спорных ответов, но я не случайно их не дал, потому что ни один из них неправомочий. Они все в равной степени являются возможными, вероятными, и если можно мыслить, что мы свободны, то только свободны в том случае, когда мы удерживаем в своей голове колоссальное напряжение между одним и другим, не предпочитая одно другому, удерживая вот это напряжение в невыборе, в возможности и одной и другой модели, в которой по большому счету мы и живем. Мы живем между второй и третьей музыкальной практики, второй, который уходит в прошлое и спустя лет 75-100 останется лишь в памяти истории, и третьей музыкальной практики, которая уже почти там 70 лет, да, чуть менее, существует на пространстве музыкального целого, новый язык, новая техника, новое слышание, что самое главное, то есть формируется совершенно новая система взаимоотношений звуков в мозге человека как такового, иное восприятие, еще более сложное, чем было до этого. Нота в первой музыкальной практике, тон, гармония, слившийся воедино интервал или даже несколько звуков, которые воспринимаются как нечто единое, как краска, при том, что это же дефект слуха, понимаете, да, то есть это культурально обусловленный дефект слуха, сливающийся воедино ноты, вам жизнь в природе не продлят, поверьте, если на вас какой-то тигр набросится, вы будете думать, что это дождик шемит, и, наконец, третью музыкальную практику, целые блоки, так называемые события, представляют собой единицу измерения, то есть это и есть нота, нерасчленимая на составляющей, и только когда вы научитесь слушать ее таким образом, только тогда вы сможете наслаждаться этой музыкой, только тогда вы сможете понять, что все эмоции, которые вы приносите на концерт, и которые вы воспринимаете на концерте, это ваши эмоции, понятно, что в звуке их нет, в колебании струны эмоций ровно столько же, сколько в каком-нибудь подметании листьев, да, и так далее, это ваши эмоции, но автор создает сайт событий, он создает то место, где ваша эмоция может проявиться, а иначе бы она не проявилась, или это место бы создал какой-нибудь человек конфликтной ситуации, или наоборот приятная встреча, и так далее, но автор с звуками создает возможность, чтобы вы пережили те или иные ваши эмоции, поэтому, конечно, ваши эмоции останутся вашими эмоциями, вне зависимости от того, в какой языковой системе вы будете работать, в какой языковой системе вы будете в какую из них погружены, у меня на сегодня в принципе все, если есть какие-то вопросы у вас по этой или по прошлой лекции, я постараюсь на них ответить, и напоминаю то, что вы можете задавать вопросы по любой из лекций, а на любой последующей из них, то есть, моя цель курса, чтобы он был все-таки максимально ясным для вас, цель исключительно просветительская, цель попытаться и мне более четко сформулировать те мысли, которые есть у меня в голове, потому что понятно, что их для себя таким образом рассказывать не буду, я не веду с собой беседы, у меня нет расщепления личности, но это мысли, которые требуют некого выражения, требуют некого оформления, и если у вас сейчас будут вопросы, я постараюсь на них ответить, если эти вопросы созреют к следующему занятию, вы можете их записать, вы можете прийти и задать их на следующем занятии, это тоже правомочно, более того, это видео я не случайно снимаю, чтобы вы имели возможность пересмотреть какие-то фрагменты, если это будет необходимо, чтобы лучше воспринять какие-то моменты, я понимаю, что я говорю сложные вещи, я говорю много вещей, поэтому я отсылаю к прошлой лекции, на которой далеко не все были, если это будет нужно, то на следующем занятии, на следующем занятии, на котором речь пойдет о значении музыкального искусства в целом, какая его культуральная роль вообще, вы сможете задать эти вопросы, но в общем у меня все, есть ли какие-то вопросы? Есть. Да. вопрос довольно примитивный и возможно вы сейчас озвучили тему следующей он касается такой вещи, что как ни крути касаемо опыта слушания, формирования нового опыта слушания у зрителя, ну слушателя, да, формирование опыта у определенных людей, то есть слушатели это же обычные люди по идее, то есть вот кто с нами живет, кто с нами общается, соседи подъездают, люди, которые в автобусе с нами ездят, и ну очевидно же, что музыка, которую слушает ну условно говоря большинство людей, то есть популярная музыка и бытовая, она сейчас как никогда в истории далека от той музыки, которая дает нам академическая традиция, ну в данном случае музыка такая, о которой мы сейчас говорим, так вот, как может развиться опыт слушания у людей, если они не слушают музыку такого толка? Через систему взаимосвязей, то есть музыка не отдельный язык, музыка вписана также в общую систему означающих современные эпохи, и в данном случае постепенный переход на новую систему взаимосвязей, взаимокорреляций, корреспонденции внутри нового языка или дискурса в терминологии Мишеля Фуко и приведет в итоге к смене мышления. То есть заметьте, как структуралистские тенденции постепенно проникают даже в коммерческие синематографы. Вот, допустим, та же лента Криста Вилла Ранола на Мементо, да, к примеру. Как постепенно проникает музыка того же авангарда, но по большому счету сейчас сложно себе представить жанр хоррора или триллер, чтобы это было решено именно не в авангардистской партитуре, в версии авангардистской партитуры. Понимаете? Далеко не по форме эстрадной музыки. Если речь пойдет о том, что в жанре хоррора будет звучать эстрадная музыка, то эта речь скорее идет о хорроре 80-х, 90-х годах. Если речь идет о современных фильмах ужасов, то речь пойдет исключительно о музыке авангардистской, о музыке зачастую даже четвертитоновой, о музыке электроакустической и так далее. То есть, это постепенно проникает, оно, конечно, влияет. Более того, вот такого рода музыка, музыка третьей музыкальной практики, несоизмеримо легче воспринимается, как и должно быть, не профессионалами, а не профессионалами. Почему? Потому что профессионал, конечно, в значительной большей степени погружен в структуру второй музыкальной практики. Он полностью на ней взросшен, в то время как не профессионал к музыке имеет меньшее отношение и в большей степени погружен в сам язык. И логика пересечения между современным языком и, допустим, современной музыкой, она, конечно, несоизмеримо большее, чем между музыкой третьей музыкальной практики и второй. Вот, допустим, такой простейший феномен, как смайл. Казалось бы, что такого? Там появились... Феномен, на самом деле, относительно молодой. То есть, сейчас это сугубо структуралистский феномен. Все эмоции, которых там автор термина структурализм Читчинер в начале 20 века насчитывал около 30 тысяч в человеке, сводится к системе ограничений и смайлов. Даже если их будет сто. Это несоизмеримо меньше, чем это предлагал исследователь на заре 20 века. Получается, что вы должны сделать? Вы должны любую свою эмоцию вытиснуть в ту или иную составляющую, которая является единым целым. Что такое смайл? Это не слово. Это и больше слова и меньше слова одновременно. Это некая сложная составная структура, которая передает определенную часть вашей жизни эмоциональной. Так не это же ли самое есть музыкальное событие в третьей музыкальной практике. То же самое. Нерасчленимость на глазки, улыбочку и так далее. А некое монолитное единое целое, которое предлагается в качестве единицы измерения этого музыкального высказывания. Более того, если вы обратитесь к такому структуралистскому феномену в области академической музыки, не побоюсь сказать, все-таки третьей музыкальной практики, как минимализм, особенно высокий минимализм, минимализм Стива Райха, к примеру, то между современной эстрадой и музыкой Стива Райха вы найдете несоизмеримо больше параллелей между современной эстрадой и музыкой Джакина Рассини. Или музыкой того же Верди. Получается, все-таки музыка современной эстрады отсылает не столько к музыке второй практики, хотя она часто функциональна, а часто и нет. Уже. То есть, уже часто не функциональна. Сам фактор того, что она по-прежнему является мелодической интонационной, он по сути не говорит ни о чем. Многие партитуры Филиппа Гласа тоже мелодичны. Но даже в них фактор функциональности является фактором сугубо-вторичным. Даже там, где она есть, понимаете? То есть, в чем разница? Если вы посмотрите любую романтическую партитуру, что бы вам на этот счет кто никогда не говорил, я просто вам по-своему как автор скажу. Возможно, это крамольная мысль, за которую на меня получатся все и вся, но если вы посмотрите любую романтическую пьесу, то мелодия в ней выводится из функциональных отношений. Если даже она сначала писалась, а потом ее автор гармонизовал, он ее слышал из тех функциональных отношений, которые он потом к ней подписывал. То есть, мелодия результативна от гармонии. не может быть помысленно без нее никаким образом. А если она мыслится без нее, то мы в ней слышим четко очерченные те или иные гармонические модели. А в музыке того же Филиппа Гласса или музыке третьей практики, которая пытается удерживаться в рамках перцовых отношений аккордовых, вы этого не услышите абсолютно. Мелос абсолютно срабатывает. Он может отойти от гармонии, может вернуться к ней. Эта гармония не подчиняется той жесткой схеме, которая была предложена в эпоху второй музыкальной практики. Не она диктует развитие мелодии, а она является автономным составляющим. Да, внутри этой гармонии есть система функциональных отношений, но между ней и мелодией есть лишь некий диалог. Есть система не детерминации, но корреспонденции. Даже такие вещи, как скрипичный концерт Филиппа Гласа, первый скрипичный концерт, никак не могут быть поставлены в параллель с музыкой, с тем же, как он скрипичным концертом Прокофьева. Понимаете? Хотя между ними не столь большой временной интервал, а между скрипичным концертом Филиппа Гласа и любой эстрадной песней современной вы найдете параллели несоизмеримо больше. Просто не нужно думать, что те пиковые достижения музыки типа Респонсория Пьера Булеза, они обязаны быть восприняты всеми здесь и сейчас. А многие из этих самых людей, так называемых, которые вы называете публикой, потенциальной публикой, потенциальной публикой, многие или из этих людей читали всего Шекспира или того же Сервантеса, двухтомник Дон Кехота. Хотя бы пиковые сочинения, да, классики? Нет, не многие. Понимаете? То есть речь идет о том, что нужно ли искусство не завести на уровень низа пирамиды? Нет. Это не значит, что эстрадная песня сама по себе плоха. Нет, она рассчитана на определенный контингент. Но об этом мы детальнейшим образом поговорим в следующий раз. Поэтому я не хочу предвосхищать функцию искусства в обществе, потому что на это, если у вас останутся некие вопросы после следующей лекции, тогда я постараюсь на них ответить. Но я думаю, что она на них ответит достаточно. если цикл заинтересует, если будет резонанс, то в следующем семестре я начну проводить ту работу, которую давно хотел провести. То есть проводить параллели между словом современным и современной музыкой, находя параллели между исканиями современных мыслителей и теми явлениями, которые мы наблюдаем в области современной музыки. Как мне кажется, они от этого станут несоизмеримо понятнее просто. И сама по себе философия сложна, лишенная некой эмоциональной подкрепленности искусства. И искусство новой практики, к которой мы не привыкли, сложно, лишенная некой схемы, некой интеллектуальной базы. В совокупности, как мне кажется, и то, и другое может быть лучше понято. Спасибо за внимание. Спасибо.